Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел и сегодня мы читаем с вами пятую главу этой книги. Здесь говорится о том, что ритуально нечистые должны покинуть стан. То есть о карантине для нечистых. Кто причинил ущерб другому, должен возместить его. Эта тема тоже здесь присутствует. О женах, подозреваемых в измене. Итак, первая тема. Все ритуально нечистые должны покинуть стан. Так вспоминаешь слова, которые произносятся громко протодиаконом за дьяконом, за божественной литургией, оглашенные из идите, оглашенные из идите. Прочитаем этот отрывок. «И сказал Господь Моисеев, говоря, «Повели сынам Израилевым, выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин, вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы». С одной стороны, это был карантин, когда речь касалась проказы, истечений. Это были меры, связанные с карантином. А вот сейчас тоже много говорят о карантине, когда есть подозрение на какой-нибудь недуг, вот этот коронавирус. И если власти нам предлагают какую-то форму карантина, мы не должны уклоняться. Даже в законе Божьем говорится о карантине. Если человеку говорят, что он должен находиться дома, никуда не ходить, значит, надо находиться дома и никуда не ходить. Это более разумно, чем бегать и заражать невольно, но заражать людей каким-то недугом. Но в духовном смысле о нечистом считается всякий некрещенный. Поэтому оглашенные до определенного момента они стоят в храме в той части службы, которая называется «Литургия оглашенных», потому что они готовятся к крещению. Но когда звучат слова «оглашенные из Эдити», они покидают храм. Все некрещенные должны покинуть храм. И те, которые готовятся к крещению, и те, которые просто зашли, может быть, ради любопытства. Далее говорится о том, что если кто причинил ущерб другому, должен возместить его. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». То есть, когда возмещается нанесенный ущерб, возмещается неровно то, что было похищено, но и больше, если хотите, за моральный ущерб. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, например, ущерб нанесен человеку, а этот человек умер, а наследников нету, то посвятить это Господу, то есть пожертвовать это Господу на храм. Пусть будет это священнику, пусть это будет священнику, потому что это возмещение за грех, оно, собственно, как бы на храм не принималось. В книге царей сказано, что сокровищницу храма такие деньги не заносили, отдавали священникам, которые соглашались молиться. Поэтому те, которые говорят, украл и на Бога дал, нет, это не принималось. Это надо было возместить у кого забрали, а если не было возможности, то приносили в храм и предлагали священнику, и не всякий соглашался, конечно, это принять, потому что это накладывало ответственность на священника вымаливать этот грех, а молиться за других – это кровь проливать. Сверховно очищение, которым он очистит его, то есть священник его очищает, а тот еще жертвует ему. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит, то есть священник может пользоваться этими возношениями, и посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. То есть священник живет при храме, так было в те времена. Господь, он не нуждается в этих там овцах, козлах, баранах, быках. Он нуждается в усердии человека, в деле собственного покаяния. А священник, который выступает в роли посредника, он питался от этих жертв. И это разрешается законом Божьим. Далее идет закон о женах, подозреваемых в измене. Это очень актуально и в наше время. Чаще, правда, в наше время жены подозревают мужей. Ну, тогда жены были поскромнее, они дома сидели. Но мужья иногда их подозревали, потому что мужья вели более подвижный образ жизни и уезжали из дома на какое-то время. Потом возвращались. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою». Дух ревности найдет на него что-то со стороны. То есть человек что-то начинает чувствовать. С одной стороны, ангел может давать такое чувствование, чтобы человек понял, что жена осквернилась, или бес клевещет на собственную жену того или иного человека. «И будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности». Это уже другой дух, злой. «И он будет ревновать свою жену, когда она не осквернена». То есть в одном случае дух ревности как бы правильно находит на него, а в другом случае неправильно. Поэтому правомочно говорит, что в одном случае это действие ангела, который заботится о чистоте верующего мужчины, а в другом случае это действие беса, который хочет поссорить мужа с женой. «Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть эфы ячменной муки, но не вливает на нее елея и не кладет ливана». То есть никакого благовония нет пока, все неизвестно. Потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. Как в беззаконии нет никакого благоухания, грех воняет, как старцы некоторые говорили, так и в этом случае благоухающий елей и ливан не клался на это приношение. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, то есть близ скиния завета, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, вот сектанты иногда спрашивают, а где в Библии говорится о святой воде? Вот, пожалуйста, книга чисел, 5 глава, 16 стих, 17 стих. «И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скини, и положит воду», то есть и земля святая в скини, «и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены». Обнажение головы жены означает как бы подозрение, что она вышла из-под власти мужа, потому что платок на голове женщины – это знак власти мужа, пишет апостол Павел. «И обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды наводящей проклятие». Что это за горькая вода, если мы видели в руках священника святую воду? Она та же самая, скорее всего, святая вода, но когда обманщица, прелюбодейка будет пить, это ей будет в наказание, и она станет горькой в ее чреве, как причастие. Для одних это спасение, жизнь вечная, а для других это в осуждение. И апостол Павел пишет, такие болеют и даже умирают. «Тогда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебе Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да придет вода сияна, водящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опала лоно твое. И скажет жена, аминь, аминь. И напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, то есть с кожного свитка легко, только что написанное, смыть. И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие. И войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение, ревнование, и вознесет с ее приношения пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горсть из хлебного приношения, часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды, и когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста, и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лона ее, и будет эта женщина проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой, и будет оплодотворяема семенем. То есть лона ее поднимется. Не надо удивляться, что одна и та же вода может так действовать. Святые отцы учат, что адский огонь и Божий огонь, как огненный язык в день Пятидесятницы, это один и тот же огонь. Но для грешников это огонь, источник мрака для них и мучения. А для верующих этот же огонь источник света, теплоты и познания, радости познания. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою. Тогда пусть он поставит жену пред лицо Господа и сделает с ней священник все по всему закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. При всей резкости вот этого действия на самом деле это очень гуманный закон. Я поясню почему. Потому что в те времена ревнивый муж мог просто взять и убить свою жену. И так поступали соседние с евреями народы. Вот дух ревности нашел на него и без всякого дознания, без обращения к священнику просто мог взять и убить ее. А здесь предлагалась вот некая такая отсрочка встречи с священником. Наверняка священник беседовал с ними обоими и тоже пытался поднять то ли тот бесовский какой-то дух ревности напал на мужа, то ли действительно что-то такое может здесь быть. Когда я готовился к этой главе, я посмотрел в каких контекстах понятие ревности встречается в Библии. И чаще речь идет о духовной ревности. Что такое духовная ревность? Духовная ревность, вот, например, в Псалтире сказано 68-9 «Ревность по доме твоем снидает меня». Это ревность о Боге. И она встречается намного чаще вот упоминание об этой ревности о Господе. Причем в книге Откровения 3.19 сказано «Будь ревностен». Не в смысле там ревную жену или там ревную мужа, а ревность о Господе. И есть пример, например, с благочестивым Финесом. Финес, сын Ильязара, сына Аарона, священника, «Отвратил «Отвратил ярость мою от сынов израилевых», говорит Господь, «возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов израилевых в ревности моей. Посему скажу, вот я даю ему мой завет мира, и будет он и мой потомство его по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге». А что сделал Финес? Он знал закон, что нельзя брать языческих женщин тогда, когда Бог это запрещал, тем более для блуда. И он увидел, как один еврей открыто идет через весь стан, за руку тащит красивую язычницу и к себе в шатер. Финес взял копье за ними, вошел в шатер и обоих их пронзил через лона так, что они были пригвоздены один к другому. И вот эта ревность Финеса, она становила ревность Божию, потому что Господь ревнив. Ревность это признак любви, нормальная ревность. А есть, конечно, ревность неоправданная, о которой надо молиться, чтобы человек сумел ее преодолеть в себе, потому что жить с ревнивой женою или с ревнивым мужем, я думаю, это ад на земле. Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok